Ну давайте тогда мы с вами поговорим Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады видеть вас сегодня в городе Омске. Для начала расскажите о том концерте, который будет сегодня. Это что будет акустика, полноформатный концерт, что планируется исполнять? Будет полноформатный электрический концерт. Акустики сегодня, конечно, не будет. И концерт будет проходить с поддержкой группы «Пассаж». Это имеется в виду на разогреве или вместе с вами они играть будут? Нет, они будут играть вместе с нами. Они будут сначала играть свои авторские песни, несколько песен будут вначале. А потом уже мы предложим нашему зрителю полноформатную электрическую программу. Насколько я знаю, когда у вас акустические концерты очень часто, вы можете программу как бы на ходу буквально составлять. Это правда, нет? То есть вы... У меня, да, все правильно. У меня нет центриста вообще. То есть я бы даже, честно говоря, здесь бы не делал. Ну, мы просто сделали, отрепетировали программу, исходя из... Ну, то есть вот того времени имеется в виду автограф. Наша сегодняшняя группа, которая называется «Артур Беркут». И из... Изобретированная группа Ари, конечно, прозвучает некоторая композиция. Конечно, этого тоже ждут. Ну, да. Артур, не могу не спросить у вас вот еще про что. Всем известно, ну, по крайней мере, вашим поклонникам, что вы родились в семье цирковых артистов. Вообще в детстве вы думали о том, что вам придется пойти по стопам родителей? И когда произошел тот момент, что все-таки вы свернули в другую артистическую среду? В самом детстве я еще не понимал и даже не видел стоп моих родителей. Я просто часто был, я помню, я был в цирке, я помню, что очень часто звучал город Омск, потому что здесь цирк, и они работали, я не знаю, то есть насколько часто они сюда выезжали, но летал. Я помню, что когда я был маленький, я же не понимал, в какой город я лечу, но то, что я был в Омске, это однозначно. Ну, и, соответственно, с группой автограф я бывал здесь на гастроне, причем в цирке мы выступали. С группой Ария, кстати говоря, в цирке было выступление. Ну, насчет того, что идти по стопам родителей, я поступал в цирковое училище, не скрою, но на эстрадное отделение. Я пришел туда, исполнил несколько песен, потому что мне сказали, что там на самом деле есть вокал. Я говорю, ну ладно, ну пускай я больше сделаю упор на вокал, а все остальное, ну там как-то приложится. И мне сказали, что нет, это неправильно, потому что вам нужно идти в музыкальное училище, на вокальное отделение. Вы немножечко не в том лукошке оказались. Ну, я не могу сказать, что меня прямо так привлекала как-то вот цирковая вся эта атмосфера, но вхожу туда как в родной дом. Поскольку вы заговорили про группу «Автограф», естественно, и про это тоже хочется поговорить. Ну, во-первых, этот коллектив сложно представить без вашего вокала, но тем не менее вы там не с самого начала основания, поэтому можете вспомнить, как вы попали туда и какие вы эмоции тогда испытывали? Ну, эмоции такие очень, ну, непередаваемые, можно сказать. С самого начала был вокалист Сергей Брутян, я его слышал по радио. Тогда еще была замечательная радиостанция, которая называлась Radio Moscow World Service. Она была, по-моему, на УКВ. И вот именно одна из этих станций вещала на, можно было услышать стереозвучание. Это было просто фантастически. Как раз эти песни, которые группа «Автограф» исполняла по радио, они были записаны после фестиваля «Дберихи-80». Кстати говоря, вместе с Сергеем Брутяновым. Сергей Брутян принимал участие именно в этом фестивале. И, в общем-то, даже, можно сказать, мой учитель. После того, как он попал, просто... Дело в том, что у нас группа называлась «Волшебные сумерки», в которой я до «Автографа» работал. С Владимиром Холстининым, да? Владимиром Холстининым, совершенно верно, да. Владимир Холстининым играл на гитаре. Мы играли каверки, какие-то версии, ну и, соответственно, и свою музыку тоже играли. И звукорежиссером этой группы являлся звукорежиссер группы «Автограф». И когда случилось так, что Сергей Брутян должен был уезжать на работу, на очередную какую-то, он, этот звукорежиссер, попросил меня принять участие в кастинге. Он говорит, попробуй просто, ну, в общем, получится, получится, не получится, не получится. Все бывает. Ну и все. В общем, так я познакомился с Александром Ситковецким, приехал к нему домой. Перед этим я посмотрел 40 раз кинофильм «Шляпа», в котором Автограф принимал участие. Но это было очень давно, и это было очень интересно. Интересные встречи, интересная музыка. Музыка – одна из моих самых любимых команд, и еще ко всему, к тому же, что я еще и попал туда, это очень необычно. Музыка – одна из моих любимых команд, и еще ко всему, к тому же, что я еще и попал туда, это очень необычная музыка. Автограф вообще, мне кажется, группа была необычная, она отличалась от всего того, что было тогда в рок-музыке. То есть это и не металл, это и не русский рок, там, а-ля Адсоль. Не прогрессив такой. Да, а вообще в Советском Союзе много ли было коллективов, которые играли прогрессив или арт-рок это еще называют? Ким Брейнбург был, он и сейчас есть. Была группа под названием «Диалог». То есть они играли немного похожую музыку на автограф, или не то чтобы похожую музыку на автограф, но, грубо говоря, в этом ключе. В этом ключе у них звучал тоже какой-то прогрессив рок, но у нас, в общем-то, был Леонид Макаревич, который после консерваторского красного диплома заряжал на сцене так, что мало не казалось. И я к чему говорю, потому что у нас была классика вместе с рок-музыкой. И все то, что игралось на клавишных инструментах, играл живьем, поскольку он пианист высшего класса. И, в общем-то, до сих пор мы встречаемся, до сих пор играем, пишем песни, записываем их, и даже выступаем. Я знаю, что это невозможно себе представить, но тем не менее. Представляете? Тогда же, в середине 80-х, был записан бессмертный хит «Замыкая круг», в котором вы принимали участие вместе с другими музыкантами. «Замыкая круг», ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед. Пусть летут дожди, прошлых бед от них не жди». Это же большое количество людей нужно было собрать, плюс ко всему еще и клип на все это дело снять. Да. Но по тем временам, я вам могу сказать, что, наверное, сейчас это необычно, но мы поддерживали очень теплые дружеские отношения со всеми. Очень много, к сожалению, очень много музыкантов уже, ну, нет среди нас из этого, если вы посмотрите, ну, если вы посмотрите этот клип. Клип это, на самом деле, клип это же потом пришел. Перед тем, как Крис написал эту песню, написал он ее, и мы никогда не думали сделать из нее какую-то вот такую пафосную, как он назывался там, была такая песня, да? Ну, ее с Майклом Джексоном любили сравнить, «We are the world», «We are the children», которая вот с этой, по-моему. Да, «We are the world». На самом деле мы об этом вообще не думали, мы просто собрались, мы провели вместе, по-моему, с утра приехали, пели отдельно, причем самые куски, вот эти куски, которые выбирались, прямо на ходу просто выбирались. И тут же кто-то записывал, тут же кто-то переписывал. В общем, было очень весело и очень задорно. Никто никогда не думал, что это будет, даже если, вот я не знаю, если Крис, к сожалению, Криса-то нет. И Крис всегда говорил, он говорит, ну, я просто написал песню, вот и все, решили вместе записать. Никакого там «We are the world», у меня даже в голове не было. Просто так получилось. Ну, люди любят сравнить параллельки с параллельками. И да, и мы послушали эту песню с самого начала, там был Александр Сидковецкий, Виктор Михайлович, там Виталий Дубинин, Андрей Макаревич. Ну, то есть все ведущие команды того времени, они все принимали там участие. Плюс даже легкая музыка, то есть люди из там Сюткина, по-моему, да, Валера Сюткина. Ну, то есть все, все. Александр Иванов из Ронда. Да, Александр Иванов. Александр Иванов, Дмитрий Варшавский, ну, там, да, долго перечислять список. Ну, да, 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 да. И поэтому это все. А потом уже решили снять клип так тоже. В общем, не то, чтобы в конце, а почему мы встали с бенгальскими огнями, потому что это показали, единственный раз показали по советскому телевидению на Новый год. И мы просто все обалдели. То есть все, это была премьера этого клипа. Потому что у нас никогда не показывали. Мы показывали зарубежную эстраду «Смоуки» и «Абу». И все, и все ждали, пока там будет «Ватерлоу», «Та-да-та-да». Все такие, вот это да, вот это да. И тут вот мы выходим как раз, по-моему, на огоньке это было. Показали, то ли огонек, то ли… А может, вообще, это утренняя почта была. Я помню, что мы с этими огнями стояли с бенгальскими. Давай быстрее, чтобы не погасло, чтобы не погасло, быстрее нужно записать это все. В общем, короче говоря, точно помню, что это был, да, это Новый год какой-то был. Замыкая круг, ты назад посмотришь, Там увидишь полный свет, сияющий на вслед. Пусть идут дожди, В прошлых лет от них не сни, Камни пройденных дорог, Не сумел пробить в Ростове. Еще одно знаковое событие в жизни группы «Автограф» Это телемост, фестиваль «Лайф Аид», по-моему, он правильно называет. Это очень классное событие, С той точки зрения, что это и благотворительный такой фестиваль, И плюс в нем принимает огромное участие коллективов, Там и Джуда Сприз был, и Дэвид Боу, Ну, тоже большой список. И вы по телемосту из Москвы выступали. Опять же, как получилось, что это были именно вы, именно группа «Автограф»? Мы получили приглашение от Боба Геллдафа, Непосредственно от организатора этого фестиваля, Один из организаторов этого фестиваля. И когда мы ехали на телестудию, Мы понятия не имели, что это за фестиваль. Нам сказали, да, будет какой-то телемост, Какой-то будет фестиваль, Транслировать. Я лично думал, что это просто какая-то передача будет. Но мне, может быть, Может быть, кто-то из музыкантов знал, Какого масштаба этот фестиваль. Но когда мы приехали туда, Я до сих пор помню, был постер, Который нас представлял на этом фестивале. Мы отстроили аппаратуру, Все это было в студии. У нас были зрители, у нас была публика. И здесь я уже начинаю так понимать, Что это вроде как, ну, не то, что обычно. Не то, что мы взяли и сыграли. И нам сказали, что надо играть вживую. И причем это будет телемост, то есть вживую. То есть я, если тот человек, Кто жил в Советском Союзе, Сразу может сказать, что вживую по телевидению Ничего не показывали. Никогда. Мало ли что. Мало ли что я там могу. Из себя, да? Ну, может настроение у меня бы не то. Ну, плюс ко всему, это же еще и на большой экран Транслировалось там, в Англии и в Америке. Вы тогда не знали этого, да? Я понятия не имел. А если бы знали, наверное, было бы тяжелее, да? А я потом узнал. Перед нашим выступлением спустились Звукорежиссеры из Эстон студии, Останкин, и говорят, Ребят, вы хотите хоть одним глазком посмотреть, В каком фестивале будете участвовать? Мы поднимаемся наверх. Я вижу, Фил Коллин сидит за фортепиано. Квин выступает, Фредди Мэрко. И они говорят, что вот видите вот эти два экрана? Там огромные совершенно экраны. Вот на этих экранах вы будете выступать. И здесь я уже просто вообще... Не то, чтобы я это... Я чуть сознание не потерял. Вы что, серьезно, что ли? Да, это будет прямое включение вот туда. Очень волнительное выступление. Но мы сделали все прям вот от начала и до конца. Все как следует. Разумеется, в нашей треве включили сначала Вишню какую-то показывали, какие-то Чехословакии. Дети что-то собирали, какую-то ягоду там. Да, 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 да. Разумеется, он же не может. Автограф сразу. Ну, как обычно, да? Ну, потом как-то все выстроилось, и мы внесли свою лепту в этот фестиваль. Хорошо, что сейчас время интернета, можно все это посмотреть, без проблем найти. Ну, сейчас уже мало кому интересно это, наверное, но тем не менее... К минимуму, те, кто интересуется вашим творчеством. И творчеством группы Автограф. Расскажите, сейчас все-таки в каком состоянии коллектив находится? Потому что время от времени у вас концерты бывают, песни вы представляете новые. То есть что-то готовится сейчас. Или вот вы соберетесь, что-то запишите, а там как бог даст, как говорится. Ну, бог, наверное, не дает нам пока. Но я могу сказать, что один концерт мы уже отыграли в городском холле. Туда же вставили парочку или троечку новых композиций. Сыграли старые, уже так заслуженные пьесы. И продолжаем писать музыку. Я стал пить серый дым, стал есть глазами даль. Не тебя, а тебе меня не жаль. Записали еще, наверное, четыре песни готовых. Я не знаю, нужны они или нет. Но дело в том, что концерты переносятся, потому что ситуации бывают разные. И уже два раза переносился вот этот концерт. Я думаю, что возобновиться мы заново встретимся. Мы встречаемся периодически, репетируем. И, ну, я думаю, что начнем такую полноценную концертную деятельность. Если это, опять же, если это будет кому-то нужно. Ну, судя по отзывам, судя по тому, что зрители приходят на концерты, я думаю, что, конечно, будет нужно. Из группы Арии вы когда ушли в 2011 году, сразу же вышел мини-альбом «Право дано». И потом, немного позже, каждому свое, тоже мини-альбом. Вот мне всегда было интересно, как музыканты принимают решение выпускать именно мини-альбомы, а не подождать, скажем, год-два, чтобы полноформатно. Вот тогда почему вы решили так это разделить? Ну, во-первых, у меня не было достаточно материала. Дело в том, что мое увольнение из группы Арии очень скорпантижно случилось. И поэтому материала у меня не было. И нам нужно было срочно что-то делать, то есть по пятам. И мы выпустили просто, записали четыре, у меня были какие-то задумки, были. Я записал четыре пьесы с помощью Андрея Ковалева, у него на студии мы записывали. На гитаре играл Алексей Страйк, Ховрин играл на барабанах. И мы решили просто вот так, как есть, выпустить, сильно не заморачиваться с этим, а сделать такой сингл. Ну, просто сингл. То есть дать людям понять, что мы существуем, что мы есть. Что вы никуда не пропадаете дальше. Да, да, да. Именно с этой программой мы уже потом поехали на гастроли. А второй, вот это вот каждому свое, там уже играл гитарист Андрей Смирнов, ныне Уда Диркшнайдер, является гитаристом группы Уда Диркшнайдер. И там уже со Смирновым мы на гастроли не поехали, потому что он уже тогда был приглашен в состав группы Уда. Вот. Ну и так потихонечку подписывалась музыка, подписывались тексты. То, что касается жанра, я никогда не ковырялся в этом, никогда не выбирал. У нас, кстати говоря, такая интересная ситуация была по поводу первого вот этого альбома. Потому что они говорят, надо рубить металл, надо металл, давай быстрее металл. Я говорю, ну почему металл? Ну вот есть группы, которые играют металл. Почему мы не можем сделать какой-то такой, разумеется, это будет все в этом ключе, в этом жанре. Но у меня была такая песня, которую я хотел просто для себя где-то ее отложить. Называлась она «Семь морей». И она такая «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Они говорят, давай ее прям в этот альбом еще и засунем. Так она отлично вписалась в этот альбом. Я говорю, нельзя, ни в коем случае. А у меня сын мой говорит, ты что, давай туда все, ничего страшного, это же все в одном ключе. Я говорю, ну нет, первая песня от этой отличается, но дух остается. И она больше всего выстрелила в эту песню, которую я не хотел вставлять. Память странная вещь, кое-что исчезает, но в душе остаются люди и города. Проплывем семь морей, где-то в каждом причалив, только вверх и вперед, проложив свой маршрут. Честно говоря, когда я слушаю вашу песню, особенно что касается последнего альбома «Твое второе я», он называется, по-моему, правильно? Чаще всего, мне так показалось, текст про какого-то лиричного героя, который борется с какими-то внутренними переживаниями, с чем-то еще. А часто ли эти тексты пересекаются с вашими какими-то личными настроениями, с вашими переживаниями? То есть можно ли в них услышать, что вы поете где-то о себе или это просто образы какие-то? Нет, 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 очень часто. Я просто очень знаком с нашим поэтом, который пишет нам тексты, и мы с ним все время обсуждаем. Он говорит, я могу это сделать? Я говорю, конечно. Я могу тебе объяснить любую песню, ну, может быть, не каждую песню, но в любой песне зритель, который приходит на наш концерт, может для себя услышать то, что он переживал когда-то. Я говорю, вот именно это им надо. То есть, конечно, грузить народ ни в коем случае не нужно, потому что они и так загружены, вот так вот по самому. Пускай люди приходят на концерт. Я лично придерживаюсь более такой радостной музыки, когда всем радостно, все хорошо, салют, шары летят и так далее. Чтобы люди просто пришли на концерт и отдыхали от проблем, которые на работе, на улице, в метро, в автобусах, где угодно. То есть, постоянно какие-то вот такой прессинг происходят. Я хочу, чтобы на наших концертах все-таки люди отдыхали. А твое второе я, поскольку у нас аранжировки были перегружены вот именно таким гитарами, очень мощно, я говорю, слушай, ну здесь уже ничего не поделаешь, здесь уже про дуванчики петь нельзя, потому что здесь, ну, надо уже как-то так пережить какое-то такое. Может быть, следующий альбом мы сделаем чуть-чуть полегче. Или, ну, то есть, как фишка ляжет. Поэтому все-таки мы обращали внимание и на музыку, на характер музыкальный. И там уже, конечно, вот именно, я говорю, Толя, давай мы, Толя, Анатолий Жук, давай мы сделаем уже такой, ну, такой серьезный. Все-таки, чтобы это был такой концептуальный альбом. Чтобы от начала и до конца, как люди пришли к этому, они пережили это. Им нужно прожить еще один какой-то путь. Каждый раз происходят какие-то такие вещи. Казалось бы, да, ну все, закончилось, ну хорошо, все. Нет, вот опять проблема. И поэтому у нас, в общем-то, в твоем, я немножко получился такой. А? Грозная. Не щади никого, в жертвам нет числа. Страх, стынет жилок кровь. Заледенет, правит миром страх. А вы вообще храните на физических носителях все альбомы, в которых вы принимали участие? То есть, начиная от автографа, там дальше Маврин, Ария, нет такого, да? Чтобы пройтись по полочкам, вот сколько всего я сделаю. О, не могу, нет, я не могу. Я знаю, что есть люди такие, которые вот прям могут поставить фотографию свою и так смотреть, слушай, как хорошо я получился там. Сейчас, подожди, я еще посмотрю. О, вот сейчас хорошо, я не могу, не знаю. Нет, у меня есть, если у меня есть какие-то альбомы, если остается от тиража что-то, я их тут же раздариваю. Все, все отдаю, все. Потому что у меня дети все-таки, они настолько продвинутые, я им ставлю автограф, они говорят, ну, пап, ну, это как-то странно все звучит. Я говорю, ну, а что не странно звучит? Ну, вот как-то BTS не странно звучит, понимаешь? Ну, здесь там уже идет какая-то... И я уже слушаю сейчас, я говорю, слушай, дай мне, что ты в наушниках слушаешь? И я слушаю, а там просто какая-то, я не знаю, ну, дабстеп уже прошел, ну, какая-то какофония такая. Но если BTS, это кей-поп стиль называется. Да, 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 да. Ну, обалденная команда, серьезно. Не слушал, честно говоря, не знаю. Если будет хорошее настроение, а было бы еще лучше. После BTS все, сразу все наладится. За последние пару лет вы дали несколько, ну, точнее, приняли участие в нескольких юбилейных, и не только концертах группы Ария, что стало, конечно же, огромным подарком для ваших поклонников, для поклонников Арии, а что самое главное, неожиданностью, потому что первое ваше появление, это был онлайн-концерт 2020 года, когда вы появились в защитном костюме, потом начали отбирать микрофон у Михаила Жатникова. И тут последний бой Новые герои Герои для красы Не звезды, а земной На лифте врат и краса Ждем без смерти и в бою с космической ордой Грянет битва Грянет битва Воздум молнит за грозой Грянет битва Для земли последний бой Гроза и слеза Перед домью на глазах Черной заводи колосса Бронит яркая звезда Да, и мне кажется, что если бы это было при живых зрителях, но они там тоже были, но их было не очень много, но мне кажется, если бы это было на каком-нибудь стадионе, зал бы просто взорвался. Но я уверен, что вот те, кто сидели перед экранами, когда увидели, ну потому что давайте честно говорить, вас никто там не ожидал увидеть, и это, по-моему, было, ну, очень круто. Как это все подготавливалось, и насколько тяжело это втайне-то было сдержать вообще все? И кто предложил эту идею? Ну, идея была изначально Юрия Соколова, это тот человек, который выстраивает, ну, режиссуру концерта, обычно у группы «Ария», даже в то время, когда я работал, очень талантливый Юрий Соколов, который переживает, делает декорации, делает так, чтобы концерт был, ну, зрелищным, и просто качественным, и уступал многим-многим европейским командам, даже, я не знаю, американским тоже. И, ну, мы попробовали как-то, он говорит, ты сможешь это сделать? Я говорю, ну, Юрин, ты же меня знаешь, если это надо, давай сделаем, конечно, если это будет интересно. А на самом деле он мне сказал, что нужно там спускаться вниз, потом отбирать там микрофон, чтобы это было как-то так логично. Ну, некоторые люди посмотрели, ну, как-то странно, вы даже не узнали тебя. Я говорю, ну, вот в этом-то и фишка была. Я-то потом все-таки был узнаваемый, потом часть куплета спел, я уже не помню, там, как-то. Все это, ну, это все происходило прям буквально, ну, за один, за полдня мы решили это сделать. Так, а вы в итоге спускались, или вы вышли просто? А как же? Ну, классно. А потом еще плюс ко всему, когда вышли, спели там высоко, я думаю, здесь вторая партия радости и слез у поклонников Арии пошла. Любой из вас безумен В любви на войне Но жизнь и звук, чтобы отрывать Она сказала мне Там высоко Нет никого Там так же одиноко Как и здесь Там высоко Векам Орговор Погавший Много лет назад Звездей И мне кажется, что вы Как вокалист Очень гибкий в том плане, что Ну, вспомнить песни Арии какие-нибудь там тоже Крещение огнем, битва, что-то такое Где вы поете очень жестко И послушать автограф Ну, как будто совершенно другой вокалист Как вам это удается? Разные жанры Нет, ну, никак не удается То есть У каждой песни свой характер Здесь уже мягко, наверное Ну, то есть Крещение огнем Мягко уже не споешь А какой-нибудь странник Да, а там уже там Ну, надо действительно Как-то так Ну, не то чтобы с душой Но более мягче исполнить Ну, то есть Жанр диктует свои условия Вот и все А вы легко под них подстраиваетесь? Ну, не знаю, как я подстраиваюсь Ну, я его так чувствую, наверное И по-своему выдаю это Ну, хорошо это или плохо Я не знаю Я просто Я по-другому не умею Вы также много лет Принимаете участие В проекте Эльфийская рукопись Группы Эпидемия Очень популярный проект На нашей сцене Металлической Скажите честно Вы когда там принимаете участие Сильно ли вникаете В сюжет всей этой истории? Потому что вот лично я Люблю эти альбомы Люблю эту музыку Но, честно говоря Мне больше нравятся мелодии Гармонии А что там происходит Ирдис Вот все эти люди Я не особо за этим сюжетом слежу Вы вникаете? Нет, это же роль И не ругательная Это же у меня роль Если бы я не вникал Я просто выходил бы Драки в нашем доме Земля Нет Драки в нашем доме Земля в муках станет Убийца на крови О злом оплати Война на пороге Увы Мы Боги Носа Нет Дороги Дума Впереди А так вы все знаете Что вы за герои Что у вас Какая у вас задача? Мне нужно их Уже направить На путь праведный Просто Конечно Конечно И у меня не так много Там в общем партий Я бы не сказал Что я там прям Полуэнфийской рукописи На мне что-то там Все держится Но у меня очень такая важная роль Как я уже говорил Не ругательная И поэтому я с удовольствием Это делаю Очень хороший проект Потрясающий музыкант И мы всегда Ну Мы всегда получаем Удовольствие друг от друга И на сцене И на гастролях В детстве Еще вы очень часто Ну не то чтобы Очень часто Время от времени Участвуете В записях песен Каких-то молодых Российских Металлических команд И мне кажется Что будет логично Именно у вас Спросить Во-первых Как вам кажется Сегодня этот жанр Метал Хэви метал Насколько он нужен Востребован в нашей стране И в то же время Почему музыканты Продолжают играть В этом жанре Ну ведь кто-то скажет Ну вот ладно Была там Ария Черный кофе Мастер Ну плюс группа Которые помладше Хорошо Там эпидемия Гран-кураж Что-то еще А те кто вот буквально Несколько лет назад Начинают работать В этом же жанре То есть ну зачем Все это Ну если Как правильно вы сказали Зачем именно в этом жанре То он не нужен Ну потому что Уже есть этот жанр Я принимаю участие В молодых командах Помогая им Чтобы их Каким-то образом Кто-то услышал Когда-нибудь И эти жанры Они в основном Так сильно Не повторяются Потому что Молодые музыканты Они уже Ну так Воспитаны на другой музыке То есть они слушают Да У них есть какие-то У них есть Там группа Ария Там мастер Чего-то еще Еще какие-то команды И в то же время Они там добавляют Чего-то свое Ну поскольку Сейчас сложно В общем-то Даже с интернетом Некоторым Ну вылезти Так чтобы их услышали То каким-то образом Если у меня есть Такая возможность Почему им не помочь Поэтому я всегда соглашаюсь И всегда записываю Какие-то там Не пускай не всю песню Ну допустим Куплет и припев Мы вместе поем Там с кем-то И Ну Многие группы Услышаны Таким образом То есть Не потому что Они вылезают За счет меня Ну потому что Ну так Сможешь это сделать Я говорю Да, конечно Если это поможет вам Ребят С удовольствием С удовольствием Когда нам ждать Новый альбом От группы Артур Беркут Плюс я знаю Что вы работаете Над книгой Биографической Да Расскажите Приоткройте тайну Когда Есть ли какие-то сроки Ну на сроках Наверное неприлично спрашивать Но хотя бы приблизительно Вы что-то планируете А книга Она все время Я все время Что-то дописываю туда Все время Что-то меняю Я не могу так Вот просто выплеснуть В принципе Можно и вторую Запустить Уже Ну для начала Надо все-таки Первую выпустить И я не совсем Там уверен В некоторых В некоторых Главах В этой книге Ну я думаю Что Насчет сроков Я не могу сказать Не знаю А насчет альбома Я думаю Что к осени Ну прям Ну уж Ну должны мы К осени уже Это сделать Поскольку Поскольку у нас Музыканты Рабочие люди Они принимают Участие Во многих проектах И просто собрать их И Как-то так Все это Записать Не то чтобы записать Но поработать Аранжировкой Потому что Никто лучше барабанщика Не сделает Барабанную партию Правильно Ну я могу это сделать Но лучше пускай Это сделают так Чтобы это было Совместное творчество И всегда лучше Когда музыканты Вместе работают Это вы же знаете И соответственно Партия гитары Я считаю Что нужен Все-таки гитарист Сделать То что касается Мелодий Гармонии Всяких Остановок Переменок Каких-то Партий Может быть Каких-то двухчастных Трехчастных Композиций Это я беру на себя Это вообще не вопрос Вот Я думаю Что мы начнем Записывать летом Это все А поскольку Летом уже Ну кому нужен летом Правильно Никому не нужен Ну не принято А к осени уже Когда люди пойдут В школу В школу пойдут Ну или там В университет Ну на работу В конце концов Да и на работу После отпуска Ну да После отпуска Тогда уже Выйдет новый альбом Спасибо вам большое За интересное Да я же Вам спасибо Субтитры 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 Ты не один, ты один из немногих Тем, кто с тобой никогда не забыть Черных следов на промокшей дороге Серых крестов в обочи церкви Спасибо большое Спасибо за интересную беседу Было очень классно Спасибо вам за то Какое интересное